В ДК и Силенсеры. Да, тут Вичи пользуются той возможностью, что у них многопрофильные игроки. Да, и на визаже очень круто играет Фенриар. Наверняка и Вай умеет играть на визаже. Но помню, что у Вичи Фенриар всегда играет на визаже. Давно, правда, они не пикали его. Да, вот не получится ли как с Вингой, что они забрали у Virtus.pro и получили по лицу после этого? Ну, посмотрим. Они с Визажом любят подпикнуть какого-нибудь типа Рубика. Вингань что по ходу там не делала. По игре играла себя венга как венга, саппорт как саппорт. Ну да, но там просто венга была не очень полезна. Если бы там был бы кто-то другой, ну а какой бы там герой прям вот намного полезнее был в сложившейся ситуации. Джаки Рост, ее еще перечислить? Я знаю целую пачку. Еще есть леоноподобные герои. Леоноподобные герои, омне найди Джаки Рост. Вот смотри, сколько уже. Как минимум 4 персонажа, потому что леоноподобных это 2, 3. А что делать с Джаки Ростом, если омне найди с ним в команде? Вообще, так говоря, мы с Иваном можем рассказать историю, потому что ничего ты не сделаешь. Потому что у нас с НС 100% винрейт в паблике. Когда у нас все плохо, мы играем в паблик матчмейкинг, там 2 катки заливаем, потом пришло время. Берем умни найди Джаки Рост, идем на сложную. Кто играет на Джаки Рост? Я играю на Джаки Рост. Я на умни найди. Да, Ярик фармящий умни найди. Это заканчивается на 20-й минуте обычно. Приходи ко мне на линию. А у вас трон подойдет? У них трон подойдет. Смотрю вот эти вот улыбочки. Улыбочки, 100% винрейт на секундочку. Сто процентный. В моем не найди вообще не проигрывает игра. Не залили ни одной катки еще. Вот. Так вот, я так понимаю, Unranked играете? Не, ты что? В смысле? В Unranked жесткий. Жетче бьют, чем Unranked. В Unranked вообще демоны какие-то играют. Чтобы вы не подумали, у Ярика это 6000 на пати. На секундочку. Не, ну 5600 где-то. Но все равно рейтинг-то большой. 5600 у Ярика плюс 3 ка у Ивана. А у меня 4200. А птичка? Вот, как раз. Ну, общий 4800. Солидные ребята там. Там нормальные. Виктора забанили против своего масс-физа ДПС. Ну и что? Оставляют они ДК, оставляют они Вингу, оставляют Templar Assassin, кстати говоря, еще. Боже, сколько героев классных. Еще и Dazzle есть для Вичи Гейминг. Противоаппарата, конечно, не сильно приятно. Но под Свардарой плюс под Визажа, Dazzle шикарен. Да, и заставили задуматься. Смотри, как заставили задуматься. Товарищи, вообще из Virtus.pro сейчас над последним баном. Очень долго думали. Здесь бан плюс пик сразу. Угу. Все время почти. Бонус тайм было потрачено, но... И Вичи говорят, ну возьми, Дума, ну возьми. Дровку забанили сами, ну что-то сомнительное. Что, Вичи стали бы брать дровку? Ну что, Лина опять? Или Думлинг? Нет, кстати, Дум-то все так же. Вичи делает выход Джаггера, чувствую прям. Ну, возможно. Это Думский на третий пик. Что творится? Что делается? Кайф. Ну, блин, я... А Дра команда уже отдавала Дума, помнится мне. Дум пока не проигрывает. Я, кстати, тоже нашим ребяткам отдали Думу. В надежде, что они знают, что с ним делать. Чем закончилось, мы помним. Мы не особо знали, да. Ну, нужен какой-то ДП-сер слабый на МИЦ для Virtus.pro. Лина, либо же Windranger. А может быть, Алхимик? Противопорядочная, нет? Может, Девавер? Девавер? Ну, ты героев вспомнил. Тогда уж я сразу Медузу вспомнил. Ну да, нормальная битва. Бернинг на Дузе. КДК еще есть, кстати. Там, кстати, супер на Дузе игрок. Не Бернинг. Вичи, вот, в прошлый год весь, когда была Дуза. Там часть матчей, конечно, играл Black. Но вторую часть матчей играл супер именно в миде. У них страна даже была. Ну да, нормальная Бернинг Дуза, помню. Ну, кстати, кэри для Вичи Гейминг, я почти уверен, что будет Папич. Может и Папич что-то быть? То есть в Race King. Притом, учитывая, что Virtus.pro могут его забанить, так как против Думы это один из лучших кэрри. Банков тоже не осталось. Через Radiance. Тот самый. Я имею в виду, что не на пятый пик брать Вич надо будет тогда в Race King, а сейчас он на четвертый. Потому что иначе могут забанить. Но вообще, по-моему, это идеальный здесь кэрри вариант. Но его нужно брать четвертым героем. Так, а вот, мне кажется, прям напрашивается. У них такой пик получается мощный, сочный. Куча станов, куча демиджа разной. Куча толстых персонажей. Селедка мобильная и не худенькая. Визаж сам по себе плотный, если сравнивать с другими саппортами. Ну да, и в Race King тоже. Лина, если это мид-лина, то тоже с вещами будет. И в Race King, который идет вперед, танкует с ультимейтом. Довольно сильно выглядеть будет. Ну да. И Рубиком закрываем, и нормальный пик. Посмотрим, как вещи решат. Но, по-моему, это лучше, чем Джаггернаут. Потому что все эти Джаггернауты, думал, ловят вкрутки. Да нет, Джаггерф. И вертятся. Теперь по-прежнему не вертятся. Раньше даже не вертелся. Но потом все равно уже не вертятся, ничего больше. Дрыгается, скорее всего. Это Винга? Ой, это какой аурный, мощный, получается, пуш, что Виртуз Прой. Это Дум, выходит, что все-таки хардлэй. Выходит, что, мне кажется, по-прежнему кэрри. Мне кажется, что ФНГ на Винге. Слушай, я уже просто когда вижу Вингу, Виртуз Прой, у меня уже мысли нет, что это может быть саппортом. Ну, вообще, да, может. Лил на аппарате, фобос на аппаратруме в оффлейне. Не то, что не нравится мне Иллидан на этой Винге, ну, типа, нормально там, а вот когда суппорт Винга, ну, вот мы видели сейчас суппорт Вингу, но это бесполезно. Кусман – это герой, который зависит от левела. Он-то защищался, а эти-то нападать, скорее всего, будут. В Виртуз Прой нужен герой, который может эффективно фармить стаки. Лич? Лич Слардар. Что за лич? Лич Слардар, да, это хорошая линия. Ну, фиг знает. Не, ну, ладно, Лич в кем угодно не платит. Ну, посмотри на этих двух саппортов. Вот посмотри на сейфлейн вообще Виртуз Прой. Винга, лоу-рэндж такой со станчиком, сомнительным станчиком. Апоришн, понятное дело, сильный персонаж, но он кидает ручки, потом у него КД. И кэри Дум. Не тот кэри, который может прям так выгонять сильно. Ну, слушай, не знаю. Конечно, если найдет голема прям сразу. Ну, не знаю. Что-то меня все окажет, что если вот именно такая линия будет. Я не знаю, они против Веги игры не смотрели. Ну, реально, вот, ну, Рейд Кинг, он заезжает. Вообще-то, да. Они как раз с тем Рейд Кингом Вегу и обыгрывали. Чего? Зачем этот Волк? До сих пор заезжает и... Никакой все будет взят. Потом еще соберет Агани им. Ну да, и на ВИЧа. Кого остается им банить Кран ВИЧ-то? Мне кажется, как-то Темпларочка. Темпларка, да. ДК вообще. Отказано. ДК тоже как бы мог быть, но мне кажется, Темпларка здесь очень хорошо заходит. Там вообще ничего у ВИЧа нет, чтобы сбивать и даже рефракшн. Только Виза, птички. Но это не выход, да. Это, во-первых, шестой, надо еще получить, а потом в драке ты, как правило, фокусируешься... Самые сильные удары тратишь вообще на то, чтобы пробить рефракшн. Да. Ты фокусируешь вообще свое внимание не на том, чтобы сбить рефракшн, а на том, чтобы их грамотно посадить и постанить. И побольше пользы внести в драку, чем просто направить их летать. Ну вот, да, собственно, Темпларочка, которая напрашивалась. И не к чему придраться, да? Кроме Винги? Или даже Винга устраивает? Да, почему мы должны придраться к Винге? Это же Винга. Сереже не нравится Винга. Здесь вырисовывается колоссальный просто физ-дамаг в этот раз у Virtus.pro. Прошлый пик был больше на Magic'е сфокусирован, хотя тоже хватало, чем товара ломать подробкой. Физ-дамаг может быть в минуте на 20-е там под 350, потому что это будет Аура Винги, Аура Волка, руки аппарата, ну еще там какие-то Владимира собраны от Дома, там бешеная. Дум будет через фейзы и барабаны Владмир какой-то и броню потом просто Ember Speed. Мне не нравится Ember Speed. А кто-то там, по-моему, у Virtus.pro поинтереснее, а кто-то только разыграть. А танчить даже нечем, кроме вот этого Слардара, который будет на хостах забегать и умирать со скоростью света в драке, и потом чем-то танчить будешь? Ничем. А для Вича здесь один вариант, затягивать очень глубоко в лейт и кайтить, и надеяться на то, что кто-то еще линкен сферы соберет. А это как раз игра Virtus.pro, они очень любят такое, сами поддавить и ждать. Третья карта Virtus.pro против Вич и гейминг начинается прямо сейчас, и мы отдаем наше слово комментаторам. Ну что ж, дорогие друзья, всем еще раз огромнейший привет. С вами по-прежнему Каспер Иверсута, и мы врываемся на третью решающую карту. Да, и это обещает быть просто чем-то невероятно феноменальным. Я очень хочу посмотреть, чем же все-таки закончится. Победят ли ВП или проиграют? Уже хватит томить, уже прям вот нужно посмотреть результат. Ну и вот он, пафосный взлет. Видите эти будки с прошедшего интернешнала. Этот Иглсонг пафосно стоит с краешку. А что будет следующее? Ривер или Мистик Став? Ну, Мистик Став, кстати, тоже может быть пафосно выглядеть. В принципе, ну вообще Иглсонг мне нравится. Не, ну вот от следующей, на следующий мейджор. Ну, в принципе, да, там три тяжелых артефакта же есть. И все три они неплохи. Ну вот ты как думаешь, какой будет? Не знаю, ну зимой может быть Мистик Став, типа синенький. Ну вообще да, логично. Логично, ловил логику. Так вот, давай представим, кто на ком играет. Рассказывай. Давай, поехали. Команда Вич и Гейминг у нас супер, будет играть на Эмбер Спирите. Финрир, Лич, Слардар, Айсайсайс, Бёрнинг на Лине и Фуайна Визиджа. Ну и Виртус Про на Винге Фулл Спирит ФНГ. Белидан будет играть Думбрингером Темпла Рассасина от Года. Лилл Апарэйшн и Фобос снова поиграет на Спирит Брейкере. Такие вот расклады. Вообще, в плане драфта, я очень доволен наличием Лича и Эмбер Спирита. Не знаю почему, но у меня с этими героями какие-то отдельные истории, которые обычно ничем хорошим ни для первого, ни для второго не заканчиваются. Да, герои, которыми нельзя ошибаться. То есть, если ты Личом давишь, 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 и потом один раз просто фиданул, то вся твоя давка, все вот эти вот съеденные крипы, они аннигилируются. А Эмбер Спирит это герой, который может вносить кучу импакта, но стоит ему один раз зафейлиться, и он моментально умирает. Один раз поймать какой-нибудь, да, там Стан Винги или Дум, или какой-нибудь Незерстрайк от Спирит Брейкера, и все. И ты погибаешь почти со стопроцентной вероятностью, конечно. Ну и вот он, выход в МИД, мы видим, уже через Челлингтач действует Лил с Годом, и будут пытаться напрягать Супера, судя по всему, да, вот эти мощные увесистые тычки, еще и с Псиблэйдов заливает туда Год, еще и через своего крипчика заливает. Ну, а если Сайс пришел, тут малость отпушить. Крипов постелить. Крипов постелить у Супера, действительно, куда же без этого. Ну и Год уходит с крипчиками под вышку. Да, у нас тут достаточно интересно получилось. Крипов настолько на себя сагрили ребята, что теперь крипы дерутся не против друг друга, а против героя, прям под Тауэром. Жестко, конечно. Да, ну и АССС выходит пока на верхнюю линию. Пока что-то непонятно, чем собираются здесь заниматься парни. В общем, Бернинг внизу вместе с Личом, то есть такой импровизированный типа Изи Лейн. Вообще, Дума, они должны здесь гонять, и Дума будет очень тяжело. Но на топе что получается? Ну, получается точно так же. Ну, будут гонять АССС, будут гонять ИФА. И вообще тут могут убить любого, кто сюда придет. Так, ну вот разгон есть на АССС, естественно. Ну, Станчик не успел по таймингу дать АССС, получил немного по щам, но умереть он тут никак не умирает. Ну, на самом деле Фобос не нанес ни одного удара. Странно очень, потому что была у него такая возможность. Он первую анимацию не довел до конца. Ну, мне кажется, если бы, конечно, Баш сработал, то это же тот самый герой. 17%. Лич очень жестко начинает зонить уже Думбрингера. Тяжковато здесь Элидана, учитывая, что Элидан товарищ, который любит фрифармить. Если вдруг у него там фрифарм не идет, то он не совсем доволен чисто психологически. Но, с другой стороны, Дум как раз тот герой, которому это не особо сильно и нужно. Он сам, да, сам себе мужчина самостоятельный и может позаботиться о своем фарме без посторонней помощи. То есть и Девауру ему в помощь, и, соответственно, можно потом потихоньку выйти в Мидос. Что-то снизу валяется, но что-то как-то элидан даже не пытался ее взять. Лич ее успел забрать первым. Ой, вот и тот самый станчик, есть замедление на Исайса Айса. Ой, нет, наоборот, на Фобоса есть замедление. Но Фобос тут все контролирует, он в случае чего просто убежит. Он даже не убегает. Ну, на самом деле, все равно будет тяжеловато убегать. Вот он дождался этот стан, но, значит, сейчас будет убегать. Да, пора уже, пора, пора. Да, тоже просто с Ола Самши летит, как бы. Ну, нормально развел противника. Вот стальные нервы, он все под контролем держал. Нажал фласку. Ну, блин, эту корову космическую с пятью арморами, 758 хп, попробуй убей. Еще и щиток. Очень-очень такой неприятный персонаж, очень живучий. У нас по итогу получается все равно керри Винга, даже несмотря на то, что на ней играет саппорт команды Виртус Про. Ну, в итоге, да, в итоге получается фармящий Винга от Финге. Так, у нас там в Миде, я слышу, тоже... Начинается экшн. Да, Алищ пришел сюда, там поел крипов, тут поел крипов. Разнообразие какое-нибудь какое в его трапезе. Так, ну и у Гуде, 17 на 5, у Эмбера 8-0. Темпларка пока в мясо разваливает Эмбера в Миде именно по крипстату, но это пока еще ни о чем не говорит, пока там никто не умирал. Да, потому что и Темпларк, и Эмбер Спирит в Early Game, ну, если будут более-менее одинаковые фармы иметь, оба могут делать очень много экшена. У одного флэмгуарты, вот эти ременты... Так, анатопия, у нас нападение, айс-айс-айс. Ну, айс-айс-айс выживает, Фобос еще по щам эфайу дает. Ну, может себе позволить. Ему-то эфай точно ничего не сделает, а вот он может какой-то башек шальной отвесить. Так вот, Темпларк в Миде вот этим своим хорошим стоянием, она заставила Лича уйти с линии, и Бёрдинг сразу увидел то, что Дум начинает подфармливать. То есть, если сейчас у Года в Миде получится еще очень-очень качественно отстоять, вот еще буквально там минутку-другую, то, возможно, и пространство для Дума появится, если Лич вынужден будет отойти с Лейна. Сейчас мы видим Лич в Инвизе, он уходит, кстати, на мидл. На единичку все свои способности изучил на топе, у нас опять небольшое нападение от Фобоса, но Фобос убить не сможет. Вообще, достаточно два сильных героя на ранней стадии, что Винга, что особенно фармящая Винга, что Спиритбрейкер, даже не фармящий Спиритбрейкер. Ну, Спиритбрейкеру просто дай хороший уровень, он сам разберется там в Миде, в это время нападение на Темпларку. Ого, да, серьезные проблемы, и он почти убивает, почти. Тауэр доделывает ночью, да-да, все-таки Ревну там не удалось задоджить тычку, Ancient Operation еще, походу, успел ударить. Ему достается этот фраг. Прилетел Лил, чуть-чуть бы пораньше, конечно. Ну, не ожидали, не ожидали. Не ожидал этого Инвиза, вот, да и понимал, что в Мелде прятаться тоже смысла нету, просто Эмберспирит сожжет своим флэмгвардам. Или Дана продувает, надо бы ему как-то, наверное, все-таки поражать свой второй скилл, да подхилиться. На самом деле, как бы, подхил идет очень жесткий, 23 хп в секунду, в течение 12, как бы, секунд. Это серьезная, да, заявка. А что он не нажмет кто-то там? Нажимай или да, но не бежать же на базу. Не, может и бежать. А он что-то несет себе пласку. А, транквильчики, ну да-да-да, все. Никаких вопросов, никаких вопросов. Теперь можно ничего и не нажимать, он пока добежит до линии с этим регеном, 14 единиц здоровья. Просто нереально. Быстро регенится дум. Так вот, и Пларка вообще играет без молда на миде, просто потому что, как я уже говорил ранее, не понимает, что если на нее нападет Эмбер, он ее все равно сожжет своим флэмгвардом. Поэтому единственный вариант, это просто не встревать. Например, как вот сейчас опять год подставляется, но год дает еще одну плюху, рефракшена уже нет, поэтому демажа слишком мало, год пытается вылежать. Одна секунда до рефракшена, а здесь уже есть разгон, есть еще одно замедление, супер ремнант у него есть за спиной. И еще через крипак, как классно действовал год. Вот там, там ремнанты, стану венги еще пока слабенький, дом у нее в принципе всегда слабенький по количеству времени, да? Там на десятую секунду с левелом он увеличивается, его длительность. Такое. Ведь изейблю венга не особо сильно. Поэтому супер свободно уходит, на нем еще арморчик висит, он доволен. У Бернинга в харде аркан бутсы, давно уже такое не видел. Дум с транквилами, ну то есть транквилы как бы покупаются на Думе, но какие-то вот, не тот Дум, которого хотелось бы видеть, но в данной ситуации выбирать не приходится. Либо ты вообще себе там, ну ничего не купишь и будешь терпеть, как последний терпила, либо ты купишь транквилы... Он просто изначально, да, вот был последним терпилой, поэтому, видимо, решил собрать себе транквилы, потому что нужна ему броня, плюс у него вот совух подкушенный, у него 8 армора сейчас, вот тяжело так с руки просто прийти. Как-то обычно Лина приходит, и типа тук-тук-тук-тук тебе по темечку, и ты уже уходишь. А сейчас такая фигня не прокатит. Ну вот тут Фобос бежит, 6-го левела у него еще нет, спалился он тут на этих, на урсочках, но он в любом случае никак не убивал, айсбласта еще нет, ульты нет, поэтому такое. Можно на Antwars'ы поглядеть, самый богатый у нас пока Бёрнинг, 2 900, почти 3 тысячи, 2 700 имеет. Тепларочка, 2 500, Эмберспирит и там 2 200. Вот несмотря на то, что гнобят этого дома, он что-то там доимеется, такие позиции у меня не такая плохая. Ну это Doom, Doom. Мы про него уже говорили, я не удивлюсь, если будет еще и Midas, хотя возможно это будет и нечто более боевое, через барабаны, через Владмир, как вот говорили у нас буквально сегодня утром ребята, взял Doom'а, скушал волка, выиграл игру. Ну посмотрим, тут выход в центр на года, планируется... А тут Винга, тут Винга рядом. Да нет, он умер, он умер. Походу, да, года здесь уже вряд ли чем-либо получится спасти. Жарко, конечно. Героя в центре, четверых пацанов, конечно, нереально здесь было выдержать. И Винга еще без шестого, поэтому свап нет, соответственно, сваться туда вообще не было никакого смысла. Щемление, пока идет довольно плотное щемление. Году надо обязательно на стаках пытаться поднимать, бабки и стак удалось сделать, отлично, отлично ФНГ. Надо почаще делать стаки на эншентах, Темпларка по сути себе может и левел, и шмотки на этих эншентах нормально поднять, и эти ганги не так будут страшны. Там внизу, айсайсайсайс, поехал, 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 и не доехал. Такой дядя достаточно опасный, конечно же. Ну да, если подстанчик к нему угодить, можно и с приклада там отхватить. Так, куда-то улетает на нас Лардер, улетел он вниз, просто затопешился, и тупо фармит. О, такие вот у нас винрейты достаточно разнообразные, а тем временем налило, прям в лобовую идет нападение. Очень легкие деньги для Лича, просто откинул чайник и Транквилу себе купил сходу. Да, не стали особо церемониться, на самом деле правильно, потому что Лич этот чайник может реализовать не в самом большом количестве случаев. Как минимум на такой стадии, то есть вообще жалеть нечего, закинул и все. Смолки покупаются оперейшеном сходу, ульта уже есть у Спирит Грейкера. Вот, и он начинает выходить в центр, но Супер ловить все равно тяжело со своими ремнантами. Невероятно тяжко, тут опять нападение на Года, и Фобос разгоняется на Ларна. Еще и Фобоса убивают. Мы должны Супер разобрать, есть фраг, Винга подтянул, свап, 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 хорошо, на последний чекуте, айсбол залетает Бернинга, Бернинг погибает, успевает перед смертью дать станчик, но Тонсу уже, наверное, не будет. Но у Лича только нового, а у него чайника как раз таки уже и нет. Сколько всего получили суппорты, ты посмотри, просто по Fight Recap'у суппорты получают почти по тысяче иксп сейчас. Да, неприятно то, что потеряли Темпларку, но забрали двух коров. Ответочка пошла очень хорошая, согласен полностью. Вообще, замечательно получилось. Очень даже... Так, тут у нас что, разгон? Дум Найзис Айса довольно интересный, но на нем идет уже разгон. Есть Телепуард, Фуабас, Биаз Ультима, это с руки заковыряет, там еще неплохо продамаживает. Там Чины, слушай. Чины, да, связала, ну или там сразу уходит с Телепорта, 5 секунд до разгона, 3-2, нет, сжигает все-таки Фуабаса, один в один разменяли. Какой? Шестой левел и шестой. Ну, по сути, оставились при своих. Одинаково должны получить. Но по Галде, как ни странно, больше досталось Виртусам. Ну и в общем, кстати, по Галде ведет пока команда Вичи Гейминг, несмотря на то, что кажется, что Виртуса вроде бы нормально себя чувствует, но суммарно, видим, они немного проседают. Вот этот фарм Эншентов Годом возможно поправить сейчас положение вещей. Не помешало бы, чтобы поправил, потому что пока Год действительно мы видим вообще без итемов. У него только ПТ. А Темпларка такой себе персонаж, что рефракшн сбивать есть чем, а когда ты его сбиваешь, она уже погибает моментально. Ну вот, Эмбернала Спик, возможно, как раз с этим учетом ты и брался. Не с учетом выходов в гиперлейт, а с учетом потому что до пика Эмбера реально посмотри, ну что тут было. Вообще практически ничего. Разгон тем временем на Эмбера, но он его доджит. Супер. И снизу тоже что-то может произойти, по-моему. И у Визджа появляется медалька. Здесь лажик с медалькой. Так, Айс Бласт, хороший Айс Бласт, но правда выпадает походу только дебафом. Чайник залетает в Элидана. Элидан убежал, чайник прыгает в Лила. Разгон сразу же у Фобоса. Забрали пока только Айс Айс Айса. Земля действует. Ну что, Элидан идет вообще до последнего. Фу, забуржил Элидан. Отличный спелл, кстати говоря, он своровал. Фай отплевывается перед смертью. Есть Дракон Слэй. Последняя тычка. Урной захиливает. Ты выживает на каких-то копеечках. Замечательная игра в исполнении Элидана. Вот эти вот копейки хитпоинтов. Кто-то там его, кто его урной подхилил? Кто этот царь? Фобос его подхилил. Да, его сейвили вообще как могли. Вначале замечательная венга ворвалась, отлично высвопнулась под чайник. Чайник в итоге улетел по одному заряду на каждого из героев. То есть вообще минимальный. Спуржок Элидан. Спурж, спурж вообще никто не ожидал увидеть. Я думаю, этот висш, он просто охренел, когда увидел этот пурж на себе. Это же топчик вообще. Он как бы снимает айс бласт, айс армор, понимаешь? Снимает все. Это же супер топ. Он мало того, что уже кастуется с более большого расстояния, чем раньше. Раньше нужно было вплотную подходить. Это первое. Второе, он снимает армор. Ну и там прочие какие-то там хорошие штуки, которые висят на противнике. И очень-очень приятно то, что он нереально люто замедляет в течение 5 секунд. Но это прям супер топовое замедление в доте. Так, ну и смотри. Подтягивает. Свап и стат! О, неожиданно! Залетел все-таки стан супера. Или что там было? Нет, айс бласт не было. Был, был, был. Айс бласт, только он прям на базу ушел. Вот видели, видели это вичи. Так вот. Чуть-чуть ошибка в тайминге. Ну, понимаешь, мне кажется, это просто связано с тем, что не так часто ты это в принципе проворачиваешь. Поэтому не мудрено было ошибиться. Ну и супер там дико спамил эту кнопку. Да, там, конечно. Там просто первого левела пока Даркнесс, вот этот чарж. Поэтому тоже сложновато было за эти 1,6 секунды быстро сбить Эмбера и чтобы он не успел нажать ремна, потому что ремна там моментально кастуется. Да, да. Но попытка была очень крутая. Если бы получилось сейчас забрать Эмбер Спирита, я бы просто мама нести полотенце, в общем. Да. Ну, вичи гейминг тем временем забрали Рошана. Это достаточно важный мув. Очень важный мув. Но они по деньгам по-прежнему, по-прежнему лидируют. Да, сейчас вроде бы Виртуса все сравняли, но, опять же, Рошан, опять же, Эмбер где-то подфармил, в том же лесу фармит Визаж постоянно. А у Эмбера, на самом деле, пока проблемки. У него ПТ Аквила, Боттл, и в перспективе вряд ли он какие-то супершмотки себе будет покупать. На 20-й минуте на него будет всем плевать, если у него не будет БФа. Вот. И интересно, будет ли этот БФ, потому что, может быть, это и вообще барабанщик Эмбер Спирит. разные бывают билды на Эмбер Спиритов. что вряд ли это будут барабаны, но если он купит себе еще барабаны, ну, точнее, еще и барабаны, это будет хорошо на первые несколько минут, а потом этими барабанами можно будет подтереться. Так, тут Смолки. Тут Смолки. Думбрингер. Я буквально на секунду себе это представил, и у меня улыбка такая идиотская на лице появилась. Зачем представлять такие вещи? Зачем говорить такие вещи? Вот в чем дело. Нет, ну, а когда говорят аналитики Леоноподобный Обдинайт или там кого они там еще назвали, им можно. Не, ну, это же аналитики. Это аналитики, да. На них обычные правила не распространяются. Так, у нас тут оккупировали Вичи весь вражеский лес в связи с тем, что забирают они Тирадин Тауэр на нижней линии. А, такой размен ТВ Раме. Пешки уходят вперед. Кстати, нам сообщают интересную стату, что ФНГ топовая винга по количеству матчей на профессиональной сцене, только у Пайлайдая имеется такое же количество игр. Ну, вот в этом патче он ни разу не играл. Ну, как бы патчи-патчами вингуты не особо сильно меняют патчи к патчу. То есть, ей там что-то поднимают, что-то урезают, но, как бы, суть та же вингут. Тот же крик, тот же стан, тот же сват. глобальное применение, да, остается примерно тем же. Дум у нас в миде, Дум вот, кстати, да, с барабанами и что там еще будет. Ему подтираться ими точно не придется. Ну, на Думе это да, в принципе, хороший артефакт. Да и на Эмбере это хороший артефакт. Согласен, но просто тут такое дело, что нужно выходить в боях. Тут Лил с мидосом. Так, Лил с мидосом. Ам-нам-нам. Ну, это хороший мидос, слушай, на 16-й минуте это на порешение. Мидос даже. Я просто пытался найти Лила, хотел нажать на аппарат, а потом вспомнил, что, ой, на этого, на визажа, а потом вспомнил, что он на аппарате. Полчаса разоглял. Когнитивный диссонанс произошел. Да, ну, как так вообще? Почему Лил не на визаже? Лина покупает Бладстоун, а вот это и хорошо, и плохо. Знаешь, почему? Почему? Ну, естественно, для Лины и для Виртуз Про обратно пропорционально. Хорошо тем, что Лилчик, блядь. Лилчик, но тут сразу же подступает. Лил, Лил понимает, что птицы сейчас просто его могут уничтожить. Так вот, хорошо для Виртуз Про это тем, что врываторский потенциал ухудшается у Вичи, потому что есть по-прежнему только Слардар, у которого, кстати, но это по-прежнему только Слардар. То есть Лина теперь не может начать замес Сьюла и какого-то быстрого фрага. Да, и сейф у нее способностей никаких нет, она просто стала плотнее. Да, ее можно теперь попытаться фокуснуть, то есть если та же темпларка, допустим, на нее набросится. Айс Бластик вполне неплохой по двум персонажам, правда по одному только дебаф упал, но все же. Тут Аегис, да, тут Персик себе купил супер. Есть Дум, но опять же супер с Аегисом. Да, вот Дум бы не знаю, еще кого-нибудь. Кстати, Пурш снимает вот еще Фоим Гуарц, это вообще супер. Я тогда не хотел зарекаться на этот счет, потому что Дота у нас по-разному может работать, но да, Пурш снимает Фоим Гуарц. И Диффуза снимает, и судя по всему и этот Пурш снимает. Так что, вот такие вот дороги. Темпларочка будет штрехать этих товарищей. Ну, темпларочка пока тоже без даггера ее саму могут убить, но с дезолятором она этот даггер выформит достаточно быстро. Смоки от Лила с Фобосом, два друга убиватора. Их нашли сейчас. О, здравствуй. Ну, тут это они скорее нашли, нежели их. Сразу моментальная реакция. А вот тут непонятно, потому что... Файл умер, Лил тоже погибает, Фобос. Могут попробовать догнать Фобоса, но вот сейчас отсутствие Юла Улины сказывается, как никогда. Еле-еле догонят. Фобос, да ладно? О-о-о. Тихо. А она дала встан наперед. А, и сбивает телепорт. И птицы подлетают. Походим, Фобоса. А почему разгон отменился? Наверное, потому что крип погиб какой-то. Какой-то крип походу погиб. Ну, может быть. Эх. Ну, забрали Фобоса. Два в один по итогу разменяли. Венга там себе уже какой-то форс фармит или что, я не знаю, там есть посох. Ну, скорее всего, да, форс став. 1200 голды. Может быть, аганим? Ну, кстати, очень крутое айтем. И будут покатушки вот эти. Стата очень хорошая, которую дает аганим. И свап там с хулдауном маленьким. айсайсайс. Эх. Опять вот небольшая микро ошибочка от Virtus.pro. И опять уходит жертва. При этом почти не пострадал Слардар. Даже несмотря на то, что Doom был под спиритом. А Эмбер выходит в свой БФ уже достаточно уверенно. Вот. И теперь разница в темпе может потихоньку чувствоваться. Ну, пока по золоту преимущество держится на одной отметке. Тысяча голды там чуть побольше. Но, в общем, это совсем маленькая цифра. И это на игру влиять не будет. Крэш мимо. Найсайсайс. Мистер сорвиголова. Ну, он еще с первой игры нам тогда запомнил со своими такими действиями. Весьма любитель пошалить. Интересными. Да, да. Не то слово. Так, во Париж на Транквильчике тоже приезжают, мы видим. Но это не так важно. Важно, то что там у Дума? А у Дума Меканзма. Что там у Дума? Да, у Дума походу... Не, он Владмир, наверное, будет делать. Думаю. А, Владмир. Точно, точно. Какой Меканзма. Совсем забыл, что во Владмире это Хедреско с недавних пор. Да, да. Такое. Ну, обычно просто как-то... Хотя на Думе Владмир можно и через Хедреско фармить. Да, уже несет. Все замечательно. Он себе уже несет этот айтем. Ну, стратегия Virtus.pro на самом деле сильна именно тогда, когда они соберутся вместе. Да, да. Вот эти чудовищные ауры. Просто куча жира вот этого. Это будет просто нереально. Ну, вот волка бы ему тоже уже не помешало найти, потому что и фармить он будет с ним быстрее. Конечно, Пурдж штука достаточно полезная против Эмбера. Возможно, он ее оставляет как раз против этого товарища, чтобы Флэмгвард не сбивал рефракшн для Темпларки. Это будет очень классная, кстати, комбинушка. Это сильная штука, безусловно. Как минимум на начальной стадии в перспективе сто процентов надо есть волка. Ну, само собой. Так, ну тут на Дума могло бы быть покушение, но пока Элита... Ну, тайминги словил вообще нереальные Элита. А вот и даггер появился. Тот самый после покупки дезолятора достаточно быстрый даггер. Темпларочка камбэкнула плотно в игру, при том, что это 0-3-2. Так, ну тут очень интересный момент. На Года заходит спину. Стан по двоим! Года пытается моментально зафоксить. Чайник полетел. Рефракшн успевает прожать. Есть замедление, но никого пока не хочет бить Год. Айсблаз залетает. Айссайса запуржили. Айссайса должны, по идее, забрать. Один в один пока размен. Убивает еще и Вингу. А тут Год с дезолятором! Иди сюда, говорит! Суицид. Фай тоже должен погибать. Сулусамшн перед смертью успевает откинуть Валидан. Валидан почти забрали, но Эмберспирид фистами прокатывается, но не забирает Валидана. И птиц, птиц. Ну, нужно убивать птиц сейчас. Ах, слишком жирные эти птицы. Слишком низкий атак спид. Так просто их не запилить. Так, Файтрекап. Что у нас по итогу? Ну, по итогу 3 в 2 размены, учитывая то, что засуицидился Бернинг, он нажал Бладстоун, то вот 700 голды в итоге поднимают. Но Темпларка только что показала, что не пальцем она делана. Ой, это да. И что с дезолятором и даггером ее стоит бояться определенно. Но Лина склеилась настолько быстро, что она там только успела нажать свой Бладстоун. Там рядом стоял, по-моему, Визаж, ему там тоже залетали такие лещи, что ого-го. То есть это пока только начало, потому что у Темпларочки это только все впереди. Я уже первую начали фокусить, она была вынуждена отойти, а потом, спустя там полфайта она ворвалась. Да, было дело. На нее как раз таки Слардар инициировал. Но хорошо вообще действует Виртус Про. Позиционка, правда, в этот раз немного подкачала, потому что Чайник в итоге Фобоса застрелил. Он там вместе с Вингой распасовочку устроил и погиб в итоге. Горячая картошка. Да, да. Только холодная. Очень холодная картошка. В ФНГ выиграл в этой борьбе. Мне кажется, нам надо ввести себе правила. Так, ладно, у нас тут года пока убивают и его, скорее всего, убьют. Да, Эмбер за ним еще подвязывается. Есть Чайны, Вингас со свапом, но слишком поздно. Уже Смертника он свапнул. Ice Blast. Ice Blast может быть очень хороший. Эмбер Спирит запрыгивает. Доджет Ice Blast, но здесь Фобоса развалили. Еще и Юлы появились уже. Доджет все. Ну, вот так вот. Да, уже неприятненько. С Юлом уже, ну, не так просто взять. Я думаю, нам надо ввести традицию во время каждой игры шутить про ПНГ и картошку. Куда же без этого? Мы же любя. Конечно. Само собой. Если вдруг просто есть люди, которые не совсем понимают подобный юмор. Так, F5 подстрял немного. Ну, как немного? Пать, то, что... Когда тебя месит Doom с Апаришиным под бафом и ты в Doom'е, то это совсем не немного. Согласен. Та ситуация, когда очень много. Лина, тем временем, снизу пока просто подфармливает Эмбер Спирит, подфармливает лес. 2 400 уже у Эмбер Спирита, ну, ни хрена себе. Да, Эмбер очень серьезно начал фармить с появлением Баттл Фьюри. 10 000 у одного, 10 000 у другого. Но зато потом 4 персонажа команды. Так, а тут он сострял. Ази Сайз, я не удивлен. Ази Сайз, такой товарищ Забияка, которого в этот раз поймали. Хорошо очень сами связала. Чайник в итоге улетает совсем не очень. И тут Тумбларочка подспевает. Отличный свап. И Бернинга надо фокусить, успевает закинуть лагуна Блейд. И Супера, Супера тоже надо убивать. Зезолятором вот начинает пробивать. Хорошо, какие тычки-то. И на Визажа тоже тут собраться. Супер под буржом, еле-еле упрызгивает. И с бленка. Последний удар, финиш этого жизнь. Сула Самшин влила. Лил тоже погибает. Погибает также Визаж. Хороший файт для Виртуз Про. Просто охренительный файт для Виртуз Про. Вот она, вот она, мощь Тумбларки. Какой невероятный физический демож. И сейчас было видно, какой же Эмбер все-таки тоненький. Потому что она ему 2000 урона нанесла. Она ему с руки снимала просто по третьей хп. С каждой подачки. Снимала ему хп. Да, да. Он ей не снимал. В этом, в принципе, вся ситуация. Байбэк. Рошан уже почти побитый. Почти убитый. Фобос успевает. Успевает поймать на анимация из Айсайса. В итоге Фобос жертвует своей жизнью. Забрали Айегис. Кстати, маны на Дум не хватает. Вот теперь хватает. Теперь-то, наверное, и Дум кинуть. Нет, нет, маны опять. Да что ж такое-то? Похоже, что Том прожал. Стан. Субер погибает после Байбэка. Это очень неприятная ситуация. Финдрир также под фокусом. Его должны забирать. На следующий. Через секунду будет блин. Вот она, тычка. Но она не убивает его 70 хп. Погоди, погоди, погоди. Апаришин закинул. Ну, видели, видели. Вичи. Мигает лич, что летит Айсбласт. Боже, как много денег выигрывает Виртус Про. В итоге это просто чудовищно. А Эмбер, в такой же ситуации Эмбер, который 2400 голды имел после покупки БФа. Сколько он сейчас имеет? В какой глубокой волосатой ситуации сейчас находится Эмбер? Ему, конечно, сейчас вообще не позавидуешь. Ты посмотри на график. Неожиданно за минуту Виртус Про зарабатывает 6... Как будто Виртусам там что-то вкалывают в один момент. Или Вичи. И погнали. Да нет, Вичи нормально играют. Просто Виртус Про начинает делать все очень четко. Не, мне кажется, тут больше Вичи заруинили на самом деле. Не нужно было лезть во второй раз. Ну да, там Темпларка слишком быстро убивает Рошана и ради этого... Темпларка слишком быстро убивает всех. Ну да, и поэтому туда не стоило лезть на рожон. Тем более Эмбер Спирит. Герой, который ну, ты хоть 30 жизней имей на нем. Он слишком быстро штопается, если у него там ремнентов не остается. А ремнентов у него уже там, по-моему, не было вообще. Он последний закинул. В принципе, как и игру, кажется. Ну, похоже пока на то, но посмотрим. Еще рано расслаблять булочки. Да, Эмбер у нас купил себе когти, понятно будет, что выход в кристаллис. Виртус Про чувствует уверенность, занимают позиции уже совсем наступательные, уже на вражеской половине карты перемещаются и Вичи чувствуют холодное дыхание смерти в лице Тампларки. Да, БКБ еще Темплар Ассасин, помимо того, что по мисте Аегис. А она будет брать в своем только в путь. Вообще, Тампларка сейчас просто неистово мощна с этим Блэкинг Баром, с Аегисом. Я вообще не понимаю, что Вичи забыли на миде. Они должны сейчас быть везде просто по всей карте растыканы и пытаться фармить. Что тут они не сделают ничего. Ну, Ассай с этим занимается, остальные пока как-то стесняются. Не знаю, почему, но Эмберс перед себе вообще ничего не фармит. Даже тот же Кристаллис хотя бы элементарно себе доделать было бы не лишним. У него там есть коготь 1200 голды, грубо говоря, да, еще пятихаточку дофарми и будет тебе Кристаллис. Уже неплохо. В общем, этого нет. Куда-то Фобос погонал. Вниз побежал Крипчиков фармить. А я, говорит, самый первый, я сам первый. Так, тут опять у нас птицы летают. Есть минус арморчик, но слишком... Ой, да ладно, не слишком. Одну птицу отстрелили в итоге. Норм. Мелочь, но приятно. Ну и что же, Virtus.pro? Смотри, ты посмотри, что Вичи делают. Они просто не могут вообще никуда деться. Что происходит с Тавором? Тавор там это вообще не здание, это так. Ну да. Тем более, Тир-1 самое слабое вообще здание, которое можно придумать. Но вот сейчас хорошо, после Дезолятора блинка и БКБ уже две с половиной тысячи. А знаешь, что мне нравится в годе? То, что он не берет эти бейдалусы после Дезолятора, а эти МКБ. У тебя так урона туча. Возьми себе БКБ, чтобы этот урон реализовать. Да, чтобы ты просто нажал кнопку и бил. Да. А вот очень многие на Темпларках берут свои эти дейдалусы МКБ, 30 раз умирает, а потом покупает себе БКБ. Тут год делается четко, ну прям просто Тацар. Да, порядок сборки действительно хороший, меня тоже все радует. И где у нас там Слардар? Слардар, выход. Смолки. Очень интересные Смолки. Взломали Т2. Очень агрессивно. Слушай, нужно, когда хоть кто-то придет дефать, и никто не идет. Просто никто не идет. И Чи Гейминг что-то понимает. Ну и заходит в наглую на хайграунд. Висит Айсер Мор. Там телепорт отменила Лина. Лина бежит с топа. Мборр Спирит тоже на топе. Лина не будет еще секунд 10. Так Лина просто отжала телепорт, прыгают на Айсес. Айсес его просто прогнали, надо бить здание. Нельзя обращать внимание на этого Слардара, он просто бесполезен. Очень нагло действует здесь ФНГ. ФНГ получает проказ, погибает моментально. Пофиг на ФНГ. Здание побили, ну все, ладно, потеряли ФНГ, нужно отойти. Позицию получше занять. Есть ВКБ, есть Даггер, пытаются развести. Влетает плюха, влетает еще одна плюха, Айсблак, к сожалению, мимо. В итоге Фобос догоняет, юзает свой ультимейт, он слишком толстый бёрд. Просто развернитесь, снесите здание, просто развернитесь, снесите здание. Еще две тычки, все, замечательно. Даже если, ну, даже если они погибнут, это ничего страшного. Во-первых, у темпларки есть, блин, Даггер, возможно, успеет уйти. Смотрим внимательно. Ну, там Эмбер со щитом. Нет, 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 не уйти, не уйти, не уйти, не уйти, не уйти никак. Забрали линию. Забрали линию. Ноль, 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 да, я видел, видел. Неплохо сыграно. Я, ну, Виртузра молодцы, сдохнуть втроем, вообще ничего не отдать противнику. Это реально... У меня вот показывает, что за темпларку, там, 2000 в итоге получили, Вич и Гейминг. Ну, да, немного авантюрно, ВП, немного нагловато, но с миссией справились. Вот, если бы они не забрали сторону, я бы сейчас просто горел, кричал, провал, что вы делаете, остановитесь. Но они забрали и Т2, и Т1. Они вообще прошлись полностью по лайну. Да, они полностью снизили сторону. То есть, ради такого отдать, там, не так страшно. Но, все же, конечно, не стоит, не стоит, конечно, фидонить, потому что потом, не то чтобы тебя пропушат, просто на дефе Эмбер Спирит, там, с каким-нибудь Дейдаулсом и вторым БФом, или с двумя Дейдаулсами и БФом. Он очень трудно проходим. Да, это вот, чтобы до этого не доводить. Там Волк, там Волк. Да, Волчара, все, надо кушать. Настал тот момент, когда, ну вот он думает, думает, надо, не надо. Так у него просто вкуда у него первое. Все-все-все. Он просто говорит, братьюнь, подожди чуть-чуть. Сейчас предыдущий переварится, пацан. Так, ну все, отлично. Волчок есть, Винга с аурой Макшиной есть. Дэм Джоу Дума с барабаном и Владмиром. Было бы очень круто, если бы Валв сделали вот цифру, вот такую маленькую циферку, типа, сколько дамага дает. Я уже предлагал. И чтобы, например, когда ты наводишь на Флэм Гуард Эмбер Спирита, чтобы было видно, сколько он уже заабсорбил, например. Ну, тоже было бы. Это было бы очень круто, потому что в других играх это есть. В том же ходе, например, там на любых щитах, которые там что-то поглощают, или на любом эффекте, есть дополнительная информация, когда ты на него наводишь. Что он сделал уже за это время? Да. Да. Ну, ладно. Это очень круто, но... Зато можно сбрасывать с себя чнилинтач, если нажать на него в статусе. А, да, 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 там можно правой кнопочкой, типа... Так, вот Винга с Гастом. Хорошо, Винга уже очень живучая. Даже если Винга сагрит на себя Лину, это будет только в плюс. Ну, в принципе, да. То есть, пусть она убивает с этими прокастами, как бы Винге уже пофиг, если она качественно свапнула. А главное, свапнуть, потому что там в прошлый раз как-то со свапом не получилось. Просто попал под стан Лин и погиб. Такое себе. Ну, да, там было не слишком приятно, но все же. Так, Виртуса. Видим, продолжают поддавливать нижнюю сторону, но стоит ли оно того? Стоит, потому что за этот рейнджевой барак, если Вичи не будут драться, пофигу заберут, уйдут. Но если Вичи поддерутся за этот рейнджевой барак, проиграют файт, то потом сразу неминуемо падает еще один. Вот, да, плюс вышки нет, уже вроде бы полегче. Да, да, гораздо удобнее. Возможно, возможно. Но пока вот они вообще решили не нападать, может быть, хотят где-то кого-то поймать убить или дождаться смолки, которые вот скоро откатят через 50 секунд. Да, ждут, наверное, Смаковичей. Так, и ждут Рошаничей. Вот в чем дело, потому что до Рошаничей осталось тоже немного, появится в течение там пары минут, и на этом Рошане у Virtus.pro стоит отметить, есть неплохие шансы. Да, вот он пошел смол, кстати, от Лича. Вич и гейминг тоже все прекрасно понимают, прекрасно понимают, что подходят тайминги 2,5 минуты до появления Рошана. Да, если получится сейчас сделать где-то какой-то минус, то ты себе обеспечиваешь возможность убить Рошана. И Кираса у Дума также, то есть еще минус армор. Но минус армора очень много, там 6 Твинги, 7 Дезоля, это 13, 21 из-под маза. Эмбер с Кирицеймом почти ничего не дамажит, потому что там тут плюс 10 армора всем на халяву, плюс свой армор там имеется. Но смолки в итоге не реализованы, а вот смолки уже от Virtus.pro покупает Винга. ФНГ готов. Там и Роша как раз появляется прям по таймингу. Да и Далус год улетит. Замечательно, он еще с дабл дэмэджем, боже мой, это же терребл, терребл дэмэдж. Сейчас бы терребонь разок кого-нибудь. Ну так, чтобы команда вся противника в ряд встала и ты так типа ляп. А, давайте тестим, что будет. Как в Mortal Kombat, да, с другом играешь? Погоди, погоди, не бей, я потэщу. Хоп, убил ход. А, за, за, за. Так обычное и было. Ну что? Элидон, сбликло. Ой, какая диспозиция, ой, 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 какая хорошая реакция. Кошта нереально, отреагировали Вичи. Как круто. Связывают Элидона. Скорость кошки, реакция мангуста. От Бёрнинга и Айс-Айс-Айса. А там земля, которая сбивает даггер. Поэтому, а тут у нас параллельно подстрял немного Фобос. Фобос. Ничего не успевает сделать. Погибается. Да, ну, надо отходить. Надо отходить. Нельзя сейчас здесь задерживаться. Там есть еще трэпа на отход. Ну, походу, еще один товарищ. Стан. А может быть и подерутся. Левел ДС. Очень больно. Айс-Айс-Айсу. Даггер, даггер в кулдауне. Нужно вырезать и Файя. Файю очень больно, но пока он живет, Фамильяра вызывает еще одну пачку и страшноватости. Ой-ой-ой-ой, Гритуля, на косарь-то залетает как? Правда, тут подходят. Будут покусить Года. У Года, естественно, нет. Гиды, свап! Есть сейф. Надо пережить. Хотя бы время до рефракшна. Понятное дело, что Бингу там забрали. Есть минус армор, но Год уходит с блинка. Продолжает преследование из Айс-Айс. Ладно, потеряют еще и Лила здесь, но больше тут останавливаться не стоит. неприятно. Там еще и Рошан уже появится сейчас. Хороший мув в итоге от Вичи Гейминг. Очень хороший. Казалось бы, изначально они были в диспозиции, вот здесь где-то, да? Я начал... Если бы... Это мог бы стать конец, если бы получилось поймать. Вот за Вичи я начал переживать ровно в тот момент, когда Слардар прыгнул, потому что он был в очень опасном положении. Знаешь, какая была ошибка? Вот я сейчас понял. Прыгнул Дун, он понимал, что там кто-то есть, но ФНГ не накричал. Если бы ФНГ накричал, он бы сбил Даггер, и тогда этот момент мог бы стать последним для Вичи Гейминг. Ну ладно. Ну вот смотри, смотри, сейчас непонятно там, видят, не видят Вернинга. Лина под Инвизом, это опасно. Да-да-да-да, Год. Очень опасно, проказ в Года. Год очень больно. Продолжение стана, Год не выходит из дизейбла, погибает Год. Фобот затаранил, но надо убегать. У него нет байбэка, у него нет байбэка, нужно просто бежать. Бегите, глупцы. Думу точно нельзя помогать. Да, все, Дум должен уходить. 66 секунд и будет еще Темп Ларки. Боже, Год и Инвиз, это же просто классика. Везет этому человеку. Год и руна Инвиза, причем в прошлый раз его чпокнули под вражеским Тир-2, сейчас его под своим Тир-2 чпокнули. Ох-ох-ох, накал страстей, конечно, прям зашкаливает. Да, я уже очень сильно переживаю. Я очень сильно переживаю. Рошана уже 100% забирает, конечно же, ребята из Вичи Гейминга. И вот этот герой, которому особо ошибаться нельзя, Эмбер Спириту, приобретает эту возможность где-то подкосячиться. Еще и сыр. Очень хороший ему высовершает гейминг. Хорошая цель должна быть выбрана Думом. То есть у Дума теперь должен быть конкретный приоритет. Это либо Лина, которая вроде бы неприятная, либо, естественно, Эмбер Спирит. Потому что всякие там Личи и прочее, это на самом деле Эмбер хрен поймаешь. У него нереально жесткие сполы против Дума. Он замахивается рукой, он тебе этот свой серийный чейнг. Ну типа фисты, серийный чейнг. Да, да, да. Понятно, понятно. Но я говорю про то, что в принципе желательно бы поймать. Да, желательно, согласен, конечно. То есть, и в худшем случае, да, наверное, это должна быть какая-то Лина, которая там тоже выдает просто чудовищное количество урона, тем более, что у нее появляется Аганим, 18 уровень есть, это 850 чистого. Вот сейчас это реально очень крутая цель, потому что подсейва у Вичи как такового нет, и она будет просто бегать и ничего делать. На нее можно, да, повесить Дум, ее даже не трогать, потому что она слишком толстая, на нее можно свои ресурсы не тратить. Просто повесил Дум, чтобы она ничего там не это... Да, и потом уже переключаться на Эмбера, в которых можно уже массировать непосредственно ручонками... Визажа вот в прошлом замесе пытался убить Визажа год, но у него ни хрена не получилось, потому что там тупо Солар Крест. Еще 43 армора под Айс Армором 43 плюс. Господи, убить Визажа тупо нереально. Поэтому, возможно, на него стоит тоже не так сильно обращать внимание. Смотри, вот Лич защищается Гастом, Визаж сам по себе жирный, Слардар, ну... Хотя Слардар сладкая булка, боже ты мой, какой он сладкий. А Фобоса поймали. В роли сладкой булки пока Фобос. Да, ну и год тоже тут недалеко, но у него еще 4 секунды куллау на телепорте в Виртус Про. Должны срочно собираться, потому что 7500, которые они выигрывали, они уже потеряли. А по экспе уже в двенашку отстают. Да, ситуация очень-очень-очень сильно усугубляется. Все сложнее и сложнее. У Лила Аганим через 250. Дайте доформить Лилу 250. Снизали Лила очень больно. Он сжалась, сжалась у Лила, но Лил хорошо трейгерил. Он может пойти стики какие-нибудь, не знаю, продать ради Аганима, я думаю, стоит оно того. Скорее всего, так и сделает. Да, он даже их прожал специально. Хорошо. Буквально там 15 секунд подождать и будет у него Аганимчик. Ну, фамильяры от F.Y. Вообще, этот фисаж, господи, какой же он жесткий. Почему так редко пикают, я не понимаю. Потому что ленивые скотины все. Да, никто не хочет играть. Падла кнопки нажимает людям. Он нереально лютый. Боже, вот посмотри, он просто нападает на темпларку и темпларка, она не будет бить этих фамильяров. Это же пипец. Ну да, это чудовищная потеря ДПСа для нее. Это просто невозможно подобное изобретать. И в итоге они тебя просто дамажат, постоянно сбивают с себя рефракшн и при этом они тебе еще и успевают наколбасить столько, что ого-го. Да, если еще качественно посадить, как бы 300 на лишних. Ну там, конечно, БКБ есть, но все равно неприятно. Да, нам тут говорят, что в среднем почти два даггера на игру, но в этой игре уже пять блинков. Вполне обоснованно. Все очень мобильными хотят быть и хотят внезапно нападать. Спиритбрейкер себе тоже пытается выполнить БКБ, но пока на рецепт не хватает. Фобосом отчаянно пытается все это дело зафармить на топе, но все не так просто для спиритбрейкера. Так, ну что дальше темпларки делать? Смотри, МКБ, а зачем? Потому что там Солар Крест. Да, кстати, кстати, точно, точно. В этом случае МКБ не помешает. я даже не знаю, что еще можно. Можно, например, забить болт тот самый и попробовать, а что еще можно интересного попробовать собрать? Вот я даже не знаю, мне кажется, это даже дело не в темпларке, а дело в других героях. Да, да, само собой разумеется. Мне просто интересно, куда деньги тратить, во что инвестировать. Но если он купит МКБ, он будет хотя бы нормально уже этого визажа штрехать, потому что визажа на самом деле стоит убивать. Он это вызывает своих фамильяров один раз, потом вот сейчас у него есть пачка фамильяров, он сразу усадит их и вызывает новых, как бы. И еще пачка фамильяров, которые их много дамажат и при этом еще и садятся на тебя. Это забей. Вообще, при хороших раскладах визаж может эту темпларку один на один чупикнуть. Ну, серьезно. Ну, вообще, да, конечно. Там, конечно, БКБ, но все равно будет очень неприятно. Потому что пока БКБ действует, темпларка будет отчаянно потас убить этого визажа, а он будет жить. Не умрет. Ну, вот они пошли первые ульты с аганимом. Правда, сейчас тайминги не очень хорошие, потому что как раз к моменту, когда закончится время действия Айс Бласта, Вич и Гейминг будут заходить на хайграунд. Они уже заходят на хайграунд, они вообще ничего не боятся. Так, Тауэр, конечно, долго не продержится, пока есть Глиф. Надо что-то придумывать. 6 тысячу супера на руках. Господи, боже мой. Супер еще блинкаут. Да, Эмбер Спирита поймать будет очень тяжело. Помимо всего прочего, у него даггер, как бы это... Ну, может быть, Хекс? Да, вот Хекс, только кому? На Темпларке, Хекс, как тебе? Я бы... Это офигенная штука? Эмбера поймать, убить, это было бы суперкруто. Согласен. Вот, может быть, действительно Хекс. Я вспоминаю просто, знаешь, эти урсы с хексами, и вроде бы попахивает маразмом, но на самом деле это... Ну да, что, урсы демедж есть, Темпларка примерно из той же оперы. Демедж для того, чтобы убить Эмбер Спирита, более чем достаточно. То есть, тебе нужен либо Хекс, либо Абисс, вот что-то такое. А там Линкин теперь. А там Линкин. Ну, понимает, что будут пытаться ловить. Безусловно, прав в этом. Супер. Но байбека нет у него. Зато. Не, ну Линкун можно сбивать. Вот как раз Линкун... Чаржи? Да, в замесе вообще изи, но перед замесом там чаржи мы каким-то можно попробовать сбить. Главное, чтобы Vision был хороший. Так, ну вот они, Virtus.pro. Опять отправляется по нижней линии. Уже они совсем засиделись на базе и слишком много времени отдали Эмбер Спириту и его команде. Посмотри, как давно ВП ничего не убивали. ВП последний раз, вот когда они забрали бараки, это было последнее убийство или снос здания. Это была 30-я минута. Они уже 12 минут нигде ничего не делали. Только чистый фарм. нехорошо. Ну, с одной стороны, как бы, торопиться вроде как бы и некуда. Ну, а что там? Есть визаж, который хорошо одевается, но он уже не то чтобы на пике, но совсем кардинально сильнее он не станет. Есть Эмбер, который станет, да, сильнее, но у тебя есть темпларка, у тебя есть дум, у тебя есть винга потенциально, у тебя ауры, которые тебя делают с появлением любого айтема, он дает тебе там в 3 раза больше, ну ладно, в 2 раза больше практически, чем должен давать, да, учитывая эти ауры. То есть фактически, если забить и фармить, сидеть, играть от дефа, то в лейте, я думаю, перспективы у виртусов вполне хорошие. Ну, у виртусов, да, если сравнить тех же суппортов, то есть лич это просто мусор, в то время как у вп мусора в плане суппортов нет, у них все что-то пробивают, у них и апаришен полезен, и винга полезна, очень, то есть и урон подрезать, и свапнуть, это действительно очень качественно, тут нападают на Года, на Года нападают, он не успевает ничего нажать, отличный свап, и врезаются в лину, пошел чайник, чайник улетает, и Год на разводе, Год на разводе, Год разваливает, Фамильяр очень больно дамажут, Год все-таки погибает, Фамильяр его убивает, Лил также отправляется в таверну, единственный живот здесь ФНГ, ультра килл оформляет, супер, господи, какой же урон обрушился. Да, Темпларка выдала там пару критов, конечно, просто каких-то невероятных, но есть байбеки, есть байбеки, это совсем неприятно погибать в четвером, но защититься смогут Виртус Про, но Эмбер с ультра киллом, это очень опасно, 4 800, то есть там все можно вплоть до Рапиры под следующий Аегис купить, и нужно делать байбеки, без байбеков потеряют сторону, по-любому потеряют. Ну, либо отдавать в сторону, но... Байбек от Дума, и байбек от Топларки, да, 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 будут, будут, свап, встан, Ася Сайз успел уехать на форстафах, тут же, а вот это уже неприятно, а вот это уже неприятно, вот не хочет он далеко подставляться, нет! Похоже, это конец. Похоже, наконец и гуд гейм, какая нелепая ошибка, как, все плохо сложилось, Боже мой, Гот элементарно даже БКБ не успел прожать, А у него кулдаун был, у него был кулдаун на БКБ, Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же так-то, ну вот, 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 чуть-чуть бы потерпели, чуть-чуть бы, очень обидное поражение, крайне обидное поражение, просто боль. Ай-яй-яй-яй-яй, балог. Продолжение следует...